О том, что лошадиная подкова – символ счастья и достатка, знают практически все. А уж если найти подкову на дороге, отправляясь в дальний путь, то наверняка ждет вас сказочная удача и успех. Правда, в современном мире лошадей заменили автомобили, и намного вероятнее найти старую покрышку, чем подкову. Но своей популярности этот символ не теряет. Люди активно используют его в оформлении интерьера, вешают подковы над входом в дом, квартиру или даже рабочий офис. Мало кто задумывается при этом о том, правильно ли висит оберег или нет. А зря, ведь в символизме подковы есть свои тонкости. Энтон Пепеп. Дела давние, дела древние. Возникновение приметы о подковах первыми назвали лошадиную подкову символом счастья древней египтяне. И объясняется это достаточно просто, без участия каких-либо сверхъестественных сил. Найдя подкову с копыта лошади фараона, можно было сказочно разбогатеть. Изготовлялись эти подковы не из железа, а из золота. Золото – металл мягкий и недостаточно надежный, поэтому лошади фараона частенько теряли свои подковы во время праздничных шествий и парадов. Со временем древнеегипетская примета получила распространение и в других странах. Поверье, что лошадиная подкова дарует удачу, прижилось и сохранилось до наших дней, несмотря на борьбу христианской церкви с суевериями и бытовым мистицизмом. Текст озвучен с помощью Яндекс.Пичкит. Путники искренне радовались, если на дороге им удавалось найти подкову, частенько брали ее с собой в дорогу, а по возвращении прибивали около входа в дом. Символизм подковы или как вешать ее правильно подкова, может быть не только символом счастья, но и оберегом, отпугивающим нечисть и не дающим злым силам навредить вашему дому. Все зависит от того, как именно располагаются рога подковы. Если вы решили вешать подкову над дверью с уличной стороны, то рога должны смотреть вниз. В этом случае подкова выполняет защитную функцию. Согласно народным поверьям, злой дух, стремясь проникнуть в дом, упирается в рога подковы, в железную дугу, препятствующую ему. Дух теряет свою энергию и отказывается от всяких попыток навредить хозяину жилища. Если же подкова будет висеть внутри дома, то рога должны быть направлены вверх. В этом положении она напоминает чашу. Считается, что такая чаша будет собирать благоприятную энергию, привлекать в дом счастье и финансовое благополучие. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.